В Москве приступили к реализации плана, цель которого преобразить пространство возле станции метро и навести порядок. О такой необходимости долгое время говорили эксперты. Сносят торговые павильоны, которые, как заявляют столичные власти, не отвечают современным требованиям безопасности. Многие палатки стояли у вестибюлей подземки долгие годы, но устранять нарушения добровольно владельцы не стремились. Демонтировать строение начали рано утром. Репортаж Ивана Прозорова. Излюбленное место встречи тысяч горожан и туристов этим утром не узнать. Площадь у метро «Чистые пруды» люди фотографировали снова и снова. У памятника Грибоедову техника, рабочие, основы павильонов, которых теперь здесь не будет. Эти постройки давно называли архитектурным наследием 90-х. Пожалуй, один из самых ярких его элементов – станция метро «Чистые пруды», точнее площадь перед вестибюлем, которая была буквально зажата торговыми рядами. Здесь были и пункты обмена валюты, и магазины, и фастфуд их уже снесли, и скоро должны расчистить территорию. Буквально через несколько дней давно известное место должно обрести новый облик. То, что павильоны портили архитектурный облик, говорили давно. Возведенные вроде бы временно, они стали едва ли не самым постоянным символом многих площадей столицы, и жители, казалось, уже не верили в перемены. Сегодня утром мне звонит сын и кричит, в трубку кричит, мама, наконец-то свершилось метро «Чистые пруды». Будет теперь красивым, современным, удобным. И самое главное, что здесь будет чисто. Какая прелесть, что это сейчас все убирают. И будет опять, я так думаю, что восстанавливаться либо прошлое Москвы, либо архитектура как-то более-менее поддерживаться. Работы по всей Москве. Площади у метро освобождали не только от небольших киосков. У станции баррикадная снесли трехэтажное здание, где располагались популярные рестораны. В Сухаревскую площадь расчищали от торговых рядов. О предстоящем сносе столичные власти коммерсантов предупреждали заранее, но единицы согласились с претензиями и сами снесли постройки. Вход находился вот здесь, вот у меня, в мой магазин. Кавдоратура была 15 квадратных метров. Цветы? Цветы. Помещение Сергей Клочко арендовал. Когда пришло уведомление от власти, собственник говорил, беспокоиться не о чем, документы в порядке. Сергей не стал рисковать и начал срочно искать помещение для переезда. Удалось это найти, причем здесь же на чистых прудах. Так что все хорошо. У меня буквально через два дня открытие. Там железобетонное, там в стационарном доме, там ничего не снесут уже. Там все в порядке с документами и свидетельством. Это архитектурное здание, нормальное в Москве, по центру. Все будет хорошо. Многие постройки оформлены как частная собственность, но проверки показали. Разрешение на строительство именно таких стационарных торговых точек почти ни у кого из коммерсантов не было. Кропотвинская, Арбатская, Сухаревская, Чистые пруды, Таганская, Сокол, Динамо, аэропорт, авиамоторные. Убрали самострой и у Савеловского вокзала на Волоколамке. Шосто энтузиастов. Всего в списках на снос более ста объектов. Демонтировать их начали ночью. Принудительно. Многие магазины торговали до последнего. Лишь когда помещение обесточили, а ко входу подогнали спецтехнику, предприниматели начали выносить имущество. Торговцы даже пытались забаррикадироваться внутри опустевших павильонов. Оттуда их выводили полицейские. Уважаемые граждане, прошу всех покинуть за ограждение. Пришли к нам со сносом, при том, что у нас при возведении объекта, это надо обязательно сказать, вся разрешительная документация подписана всеми, вот, ИРД, всеми должностными лицами города подписана. На каких условиях и как предприниматели получали эти документы, отдельный вопрос. В конце 90-х, начале 2000-х, бизнесмены оформили дорогую землю в долгосрочную аренду под крошечные ларьки. Торговые павильоны, заявляют сегодня московские чиновники, были построены с многочисленными нарушениями закона. Но почему прежняя столичная администрация закрывала на это глаза? Классический пример, когда объект самовольного строительства расположен непосредственно над выходом из метрополитена. В 98-м году он был построен и введен непосредственно к объекту некапитальной временной, со сроком действия на 5 лет. После этого объект оброс правами собственности, и сегодня объект демонтируется в силу того, что он является некапитальным и может угрожать жизнью и здоровью граждан. Большинство таких точек возведено вопреки элементарным требованиям безопасности. Токсичные и пожароопасные материалы, игнорирование правил строительства, создание помех для пешеходов, из-за чего люди вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, постройки возводились и разрастались в непозволительной близости от метро, а под многими из них еще и теплосети, газопроводы. В первую очередь эти объекты создавались с нарушением строительных норм и правил. Они создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена. Во вторую очередь они создают препятствия для доступа к инженерным сетям. Неоднократно предприятиям выписывались всевозможные предписания о том, что застроенность этого газопровода должна быть ликвидирована. Кроме того, все эти предписания регулярно направлялись в правоохранительные органы. Сегодня меры приняты. Яркий пример метро Кропоткинская. Торговые ряды здесь поредели, но снесены не все павильоны. Многие построены без нарушений закона. Их владельцы даже развесили объявление. Мы не самострой. Собственники же снесенных помещений настаивают на компенсациях. Этот вопрос остается открытым. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему заместителю наладить отношения с бывшими владельцами демонтированных павильонов. И если это необходимо, предоставить альтернативу – новые участки земли для строительства торговых точек. Те же площади, что освободятся от самостроя, мэр столицы потребовал благоустроить в ближайшее время. Я попрошу, чтобы в кратчайшие сроки был наведен порядок, убран строительный мусор, создан временное благоустройство. И затем после проектных работ сделано уже качественное благоустройство. Причем эти проекты, знаковые проекты, согласовать с москвичами. Как отметили в московской мэрии, ликвидация незаконного самостроя освободит 50 тысяч квадратных метров земли в самых оживленных и знаковых районах столицы. Иван Прозоров, Георгий Алисашвили, Алексей Белов, Светлана Баркова, Андрей Бакашев. Первый канал.